Люди в белых халатах хранят самое ценное – жизнь и здоровье людей. Дарят надежду и помощь тем, кто в ней нуждается. Сфера здравоохранения – одна из самых приоритетных в нашем регионе. Это часто подчеркивает губернатор Павел Малков. Ежегодно Рязанский медицинский колледж выпускает больше 600 специалистов. В этом году выпуск особый. Ребята уже знают, где они будут работать в ближайшие три года. Я целевик, поэтому меня уже ждут на работу. В ближайшие два месяца я приду работать в кардиологический диспансер. Уверенность в завтрашнем дне, безусловно, есть. У меня уже есть рабочее место. Плюс, так сказать, преимущество в том, что я вижу свое рабочее место. Я работаю с теми людьми, с которыми мне предстоит работать. Это помогает в адаптации. То есть не будет такого периода, что я приду, и два месяца мне нужно будет для привыкания. На самом деле у меня в семье вообще нет медицинских работников. Я была первым, кто, так сказать, открыл эту династию. Меня интересовала медицина, меня интересовала биология. Мне было это все интересно, и я решила, что я хочу в медицинский. До 1 мая 2024 абитуриенты сами искали заказчика обучения и заключали с ним договор. Теперь государственные учреждения и частные компании публикуют целевые места на единой цифровой платформе «Работа в России». Для того, чтобы учиться за счет средств своего будущего нанимателя по выделенной квоте, будущий студент подает заявку дистанционно, в бумажном или электронном виде. Плюсы целевого направления в том, что после окончания колледжа не нужно бегать, искать работу. У тебя уже есть за тобой закрепленное место. И во время прохождения преддипломной практики за нами уже закрепили отделения, в которых мы дальше будем работать. В семье есть медики. И хотелось в будущем свою семью понимать, чем лечить, как лечить. И будущему потомству также, чтобы помогать. От имени губернатора будущих медиков поздравил министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников. Атмосфера, корпоративная культура, чувства, темпы развития – вы. Та цифровизация, та динамика, которая происходит, без вас не получается. Поэтому мы вас всех ждем. Мы поможем. Мы с каждым годом институт наставничества все развиваем, развиваем больше. Нужны советы. Обращайтесь. Я думаю, что найдете ответы на все сложные вопросы. Если вы быстрее не найдете ответы на сложные вопросы, мы возьмем в работу их. Мы обязательно поможем и подскажем. Годы обучения в колледже позади и теперь ангелам в белых халатах предстоит ответственная и очень важная миссия. Некоторые выпускники уже получили первичную аккредитацию и могут работать в больницах региона. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».